ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Что вы себе позволяете? Никогда здесь не разговаривали на этой собачьей мове. В зале святой Агафангел, варшива, джерты Василий Иванович. Тут, блядь, жена президента с сыновьями. А вы, блядь, что мне люди подходят, говорят, какого вы взяли? И я стою, пометаю, блядь, таки червоный весь, думаю, блядь. Это сейчас так, да? Легко сказать. Так, блядь, микрофоном вывезли там. А тогда мне казалось, что они пришли там на десятилетия. Вот, я тогда промовчал, но, помню, так трошечки выпил, потому что, ну, вот, чувствуешь себя, так вот, сниг до головы просто, извините, обесранным. И тогда вот в отеле Моцарт, есть такой вот, есть отель Моцарт, на другом поверси, до меня под ранок пришел Орес Людин. И сказал, друже, блядь, бери винтовочку, гвинтилочку и фигач. Как, питаю, блядь, бери, десакрализуй духовные скрепы. Вот все, что они мают, цветные псалмы, Мурка, Владимирский Централ, Гоп-Стоп, мы подошли из-за угла, День Победы, пиши, бери такие бандеревские люти верши. И вот тогда в Одессе, в ночь с 11 на 12 травня 2011 года, я написал два текста. Один, это Мурка, которая перетворилась на грудь номер 6. И другой, это Владимирский Централ, взял и украинизировал, сделал Лукьяновский СИЗО. И вот, самое завдяки Грация Данке Шун Одессе, вот это такое было. Собрались вообще вместе, наконец-то сесть поговорить, хоть без, знаешь, ну, без ярлыков друг на друга. И придумали такую свою акцию, типичная девушка, она называется Art Maidan, то есть, когда мы вот заявили, и в принципе, месседж был очень прост. У нас был Майдан против прокурора Стоянова, которого мы снимали, и мы вот вышли творческими людьми, я вышел и сказал, что я пришел сюда убивать своего внутреннего Стоянова. Я пришел сюда, потому что я считаю, что творчество – это лучший выход за рамки, это единственная политическая акция, на которую я способен, как человек творческий, да, как человек, который пишет стихи. Это разобраться с чем-то внутри себя. Я прихожу сюда, потому что я вижу, что здесь люди, которые готовы за это там жить, гнивать, ночевать, и поэтому, мне кажется, я буду здесь услышанным. Меня услышали, услышал у меня один человек, но вот у меня такой вопрос, как ты относишься к такого рода, и должны ли люди творческие выходить и делать свой Майдан, свою революцию, арт-революцию? Обязательно. Бо революция, зрештою, та наша остальная 2013-2014 годов, она же началась именно с мистецких акций. И два художника, которые первыми кинули коктейли Молотова на Банковий, 1 грудня, когда там внизу стоял мільйон, а події развертались на Банковий. Был штурм администрации президента, и десь близко 2 часа дня первые два коктейля Молотова кинули хлопцы наши барбакальницы. Яна Китов и Алексей Жемотова. Вот здесь сейчас в правом секторе, активным бойцем, участником боевых боевых боев и так далее. И митцы, наконец, разбухали это общество, радикализовали атмосферу, которая приводила до того, что через радикальный творческий акт, про этот акт узнавалися медийники, он начинал жить в прессе, спричинялась общественная дискуссия с приводом того, как ставиться до той или иной події. И эта общественная дискуссия залучала уже широкие, как говорят, верства и массы населения. И уже жила в людских душах, умах, а значит вона уже діяла. Если вона живет, вона діє. И тому вот такая вот акция прямой дії, то, что ты говоришь про Майдан, и непрямой дії, когда воно постфактумно потрапляет в мозг, потрапляет в сферу обговорения, воно уже стае и формуле средовище, в якому визревают новые идеи, в якомы возможны изменения. Поэтому это очень важно. Захидные мы все это давно уже понимали. Мы только сейчас на своем власном практичном и эмпиричном досвете, в каком-то там поза нашим контекстом бытия, призвучаемося до того, что радикальные протестные акции мают безумовно нести и идеологично-мистецко-культурологично-складовую. И про это нужно говорить. Бо все мы, это не только тело, это не только ноги, ядло, яке мы ем, а и питло, яке мы пьем, а это и идеи, которые у нас прошивки. То есть сейчас, если вы скажете грубо говоря, общество меняет прошивку. Вот айфон старенький, да, або телефон, або компьютер, скорее всего так, Pentium 1, он меняется на Pentium 5 или 6, я уже втратил, сколько там цепеньких не было, а для того, чтобы идти много времени, треба часу и часу менять прошивку, менять программу. А есть люди, которые вот так вот и застегли на уровне счетов и вот этих электронных машинок, и сейчас там приходишь в некоторые государственные институции, тут, видишь, каменовик. В большинстве, на меньшей мере, вызывает когнитивный диссонанс. Его непровокативным не назовешь, это реальная провокация, такая, в таких лучших, ну просто, ты знаешь, это не провокация, я не ставлю перед собой завдание ипотувати, кого кого-то провокувати, я просто беру какие-то усталенные мифологемы и намагаюся их демотивировать, демотивировать, намагаюся с ними гратися, тобто, если в суспильном, в суспильном уяве есть какая-то мифологическая ипостась, а иногда это так, специально, там, пропагандистские мифы и так далее, я не развинчую мифы давней Греции, например, я не развинчую мифы Римской империи, я развинчую мифы той империи, с которой мне довелося стикаться, и эта бацила радянской людини живет в мне, я тоже могу поностальгировать и всплакнуть над иронией судьбы, или с легким паром, понимаешь, або могу там теж засмеяться над комедиями Гайдая и вспомнить воду газированою Патрика Петти с сиропом Грушевым и в булочки городские, понимаешь, это все детство, дейсно, но чем-то он хитрый, он говорит, что в будущем лучше, чем сейчас и лучше, чем будет, и поэтому он зневоляет человек, человек так сидит и думает, бля, как было хорошо и там, а сейчас так хуйово, и ничего не делает, так вот эта булочка Патрика Петти, это пиздец, який демотиватор бьет, вот оно сидит и думает, где моя булочка Патрика Петти, где мой Гагарин, где мой космос, где мои еды, ничего не мать, и не будет уже, и пойду кого-то, бью, чтобы Гагарин снова в космос полетел, это просто, ну это такие, такие страшные вещи, то есть люди субковые, они живут тем, что не могут побороть в себе стану цьей зневиры обычной, какой-то ностальгии за тими часами, когда солнце было как-то и дерева были высокие, и взагалі мы полмира ебали, и все нас боялись, ну это такая как-то хвороба, лютая хвороба. Сходить солнце, звучит гимн Радянского Союза в обработке Елтона Джона. Серб и молод на золотой зерке начинают рухаться в такт музыки, напрочуд нагадывая неприродный статевый акт. Рухи дедалі певненнейший и жесткий, и нарешті апофеоз. Червона зерка вибухает миллионами маленьких зерок и покривая ними всю землю кулю, ніби символизирующий перемогу комунистичної садомии у всьому святі. Happy End! Финальні титры фільму служили два товарища гея. Як тобі таке? Антон, хорошо, смотри, такой вопрос. Попадалася ли тебе на глаза вот такая штука интересная, произошла недавно совершенно. Сережа Ануфриева картина. Желтый, голубой цвет, внизу члены, вверху пиписьки. И вот подали в суд там на Сашу Боровика за то, что перепостил. Вот как ты к такому относишься? То, что касается нашей, по большому счету, можно было бы провести аналогию, если бы это не была картина там, да, старая. И вообще не имела ничего общего с флагом. Ну, дивитесь, яка история. Просто в свой час подібная история выникла, примером, из Стаса Молезловского. Когда там на него соответствующие службы завели там какую-то справу, что он малював Ющенко и Тимошенко, ну, когда они были при Владе, не так, как бы там вважалися, примером, представникам Влады. Просто, это картина же старая. В 2013 году, вроде бы, год. В общем, поле хама называется. Там посередине зеленый остров даже не увидели. Ну, понимаете? Просто, ну, до мистецтва треба ставиться не вырвано с контексту часу. Бо, действительно, от, примером, даты картины, да, от даты, залежит и эмоциональное восприятие того или иного арт-объекта. Безусловно, если сейчас люди, которые живут, скажем так, действительно в военно-эмоциональном состоянии, таком, досить радикальном и эмоционально-пиковом, видят подобный объект мистецтва, у них может возникнуть так же такая вот стала форма несприйнятя. Эпоха очень ризко изменилась, очень ризко поменялась и диференцировалась эта банка, знаешь, субстратом таким, сколиханым. Она раптом разлеглася по слоях, по рядах, да? И тот, кто был там внизу банки, раптом опинився в слому слою, что вгорит, а тот, что вгорит внизу. И вот эта конфликтология сучасности, вона так или иначе приводит до конфликтных ситуаций. Это объективно нормальная, природная, скажем так, форма реакции державы и людей, которые находятся в контексте, смотрятся на эту картинку и тоже не понимают, когда она, например, была создана. И что она собой символизировала. Потому что мы жили в Украине до 2013 года, совсем другая. Украина, которая действительно была сателлитом Московской империи, которая правила люди, которые были, умовно скажу, далекими от Украины, не знали и не понимали, что это такое. И Украина была фейком, певным фейком, который чисто, как говорят, номинально существовал в кордонах Украины. Но безусловно, в этой стране мало кто знал. Ну, были люди, там были сотни тысяч. Сейчас по Украине уже, в пробудженном состоянии, живут уже миллионы. Бо я спостерегал особисто, как таких людей, пробудженных. Их было на начале 90-х, там, десятки, может, сотни тысяч. Майдан 2004 года, как-то запустив эти механизмы, уже миллионы были. А вот после нынешних их подействий, революционных, это уже десятки миллионов. Мне знаешь, что интересно было бы, Антон? Кого ты кушаешь? Где ты кушаешь информацию, да, где ты потребляешь? Какую именно? Считаешь ли ты вообще, что у нас есть в Украине? А если есть, то какие независимые, реально объективные журналисты? Я переглядаю, что вечера, там, до десятка сайтів. А телевизор я выкинул давно, его у меня нема. Раз на добу в вечере, я влаштовую огляд прессы и подий. Сайты простые, «Украинская правда», я так мониторюю, «Украинская правда», «Левый берег», «Цензорнет», «Обозреватель». Дуже рідко зазираю, а, среди украинских сайтів, ну, это четыре основных, «Правда», «Левый берег», «Обозреватель», «Цензорнет». Я зазираю на российский, дивлюсь, відстежую, моніторю, шо у них там відбувається, це газета «Ру», «Руфабула», «Російських» – це два, ну, я не маю на увазі там, бо інколи на газеті «Ру» виходять досить критично, тобто дощ відстежую, відстежую «Ехо Москви», але так рідко, ну, тобто, дивлюся, наскільки вони дозволяють, бо по мірі того, які матеріали виходять на російських ресурсах, я розумію, стан суспільства, от им дали трошечки свободи, вони щось таке покритикували, а потім щось трапилося, подія, когось посадили, хтось, і дивлюся цей, мені цікаво спостерігати, от за цією амплітудою російською, коли вони дуже хочуть, гам-гам-гам-гам-гам-гам, і там тик по носу, і ти-ти-ти-ти-ти, і відступили, от мені дуже цікаво спостерігати за цими міг-інформаційними ігрищами. Тебя услышав, по поводу Арсеналу, що на тебе Арсенал, взагалі, як мероприятие, як событие? Є дві події, насправді, ті, які відомі мені, що збирають людей близьких, якби це пафос не звучало, але близьких по духу, по емоціях, це Київський форум видавців, і вже від нині Київський Арсенал, вже декілька років, а є ще, з'явилася прекрасна Запорозька Толока, і ми цього року обов'язково будемо в Одесі.